39 именно столько мечей добавлено в игру в Блоксфрутс на данный момент. И я получил каждого из них, ну почти, чтобы сегодня заснять этот видеоролик и оценить каждого из них. То есть начнём мы просто с самого ужасного меча под названием катана и закончим вообще какую-то курсу дуал катаной или даркблейдом. Поэтому я тебе обещаю, что ролик получился уж очень интересным, ты опять же не забудь подписаться, поставить лайк, зайди в мой дискорд сервер, ну и мой телеграм канал, ну и как бы смотри обязательно до конца. Ты присаживайся поудобнее, сейчас маленькая рекламка и мы начинаем. Playerog вернулся на свой актуальный домен playerog.com, теперь больше не нужно использовать VPN и добавлять лишние цифры, чтобы получить доступ к сайту. Просто набери в поиске playerog.com и перезайди в свой профиль. Не знаешь где быстро и выгодно приобрести робуксы? Тогда тебе на Playerog. Playerog это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором есть более 500 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. 400 робуксов по скидке 58% всего за 419 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Покупка совершается в пару кликов. Выбирай нужный товар. Оплачиваем удобным способом, ведь теперь оплата по зарубежным картам доступна с любых стран. 10 минут и всё, 400 робуксов у меня на аккаунте. Также помимо доната можно купить аккаунты либо предметы. Рейтинг 5 звезд и более 4 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С Playerog ваши покупки всегда в безопасности. Переходи по ссылке в описании и покупай товары по скидкам до минус 90%. Итак, вот наш первый меч на оценочку и это у нас Катана. Давайте-ка проверим сначала наш урон с клика в принципе. Ну 1000 урона это если честно очень-очень мало. Ну как бы это самый дешёвый меч, что вы как бы хотели. Как бы 1000 урона тоже как бы неплохо для такого дешманского меча. Но давайте-ка всё-таки ещё посмотрим на его скиллы. В принципе Z скилл. Вот так в чилла влетаем, делаем какие-то кучи ударов и в принципе 1400 урона тоже достаточно мало если честно. Да и скилл мне не особо нравится. Давайте-ка на их следующий. И чё-то я просто пульнул, оно как-то его немного задело и что я не знаю. Как-то 2000 урона это тоже мало. Ну короче я не знаю, просто говно меч, мне нечего сказать. Давайте-ка я сейчас убью быстренько этого NPC. И определённо Катану я ставлю в D-тир. Это просто ну пока что самый худший меч. В принципе я его только одного и оценил. Следующий меч это собратьец Катаны. Это у нас двойная Катана. Ну наверное уже должна быть в два раза лучше чем предыдущий меч. Но давайте-ка сейчас мы это всё посмотрим. Так, обычный удар, обычный удар. Ну тоже 1100 урона. Это немного больше, но тоже достаточно плохо если честно. Давайте-ка дальше скиллы. Скилл на Z. Мы такую штуку пуляем. Кстати очень похоже на второй скилл на обычной Катане. Но немного получше, получше. И X скилл. Мы его так как-то вблизь подходим. И вот так крутимся. В принципе этот скилл уже достаточно неплохой на самом деле. Ну да, этот меч определённо лучше обычной Катаны. Но он тоже очень-очень плохой. Да и для ПВП этот меч я тоже вообще никому не советую. Я не знаю кто его станет использовать. Просто тоже D-тир. Но немного лучше чем обычная Катана. Ну и последний меч в обычной редкости. Это у нас Катлс. Давайте-ка сейчас его быстренько посмотрим. И уже следующая редкость у нас будет Анкамон. Так, первый клик. Это тоже у нас 1000 урона. Что очень-очень мало. И в принципе мне нечего сказать насчёт этого. Думаю вы сами всё понимаете. Давайте-ка за этот скилл. В принципе я вот так в чело влетаю. И если честно очень похоже на обычную Катану. Ну и второй скилл. Погоди, второй скилл точно такой же как на обычной Катане. Я в этом уверен прям на 100%. Короче это просто копия обычной Катаны с другим видом. Я не знаю смысл такое делать. Но окей. В принципе считайте что Катлс это та же обычная Катана. В принципе ставлю тоже на последнее место. И всё и не паримся. Хорошо. Камонки мы закончили. И следующий меч. Это у нас Трипл Катана. Да. На этом мече мы уже закончим наши обычные Катаны. И давайте-ка посмотрим что же эта Катана нам даёт. Так первое это Клики уже 1400 урона. Что на самом деле намного больше чем его предыдущая версия. Ну как бы намного лучше уже. И давайте-ка за скилл. Ну кстати он очень красивый я могу заметить. Ну в принципе да его можно и в пвп иногда использовать. Хотя ну не прям советую. Но можно, можно. Ну и их скилл в принципе мы вот так в чело влетаем. И в принципе это тоже достаточно красиво. Мне кажется что эффекты просто скопировали из первого. Ну если постараться с этим мечом можно всё-таки играть в пвп. Но опять же никому не советую. Этот меч уже определенно лучше его предыдущих собратцев. И его я думаю что можно поставить заслуженно в С-тир. В принципе давайте-ка ставим. Хорошо следующий наш меч это уже из третьего моря. Это у нас Твин Хукс. Ну кстати он достаточно прикольно выглядит. Я не знаю как это так необычно. Я не знаю на другие мечи вообще не похож. И давайте-ка посмотрим на его урон с клика в принципе. 2800 урона, 2800 урона. Ну да как бы этот меч у нас тоже получается уже в третьем море. Но не стоит забывать что он тоже у нас анкомонкой редкости. Давайте-ка первый скилл протестим в принципе. Давайте-ка вот так наводимся. И мы спавним вот такое торнадо в принципе. Ну оно прикольно, я не знаю прикольно. 4500 урона достаточно хорошо на самом деле. Ну и второй скилл мы вот так используем в принципе. Как-то притягиваемся и подталкиваем чела вверх. Ну на самом деле меч достаточно интересный. И на нем можно сделать даже вот такое мини комбо. Просто Икс и З. В принципе это работает хорошо. И это первый меч на котором есть у нас четкое комбо. Я думаю что этот меч можно поставить в Б-тир. Потому что будет очень много мечей которые намного лучше его. Но он тоже заслуживает как бы на какое-то не знаю уважение. И как бы Б-тир. Ну вот просто ставим его Б-тир. Окей с этим мечом мы закончили. И следующий у нас на очереди это Шаркса. В принципе давайте-ка сейчас посмотрим что же он дает. Так первое это клики. Клики это у нас 1500 урона в принципе. Но если учитывать что этот меч можно получить только в первом море. То в принципе я не знаю наверное достаточно неплохо. Но да ладно ладно. Давайте-ка все-таки посмотрим еще скиллы. Так первый З. Скилл в принципе давайте-ка используем. И мы делаем вот такие какие-то порезы. Я не знаю. Ну минус что этот меч достаточно ближний мне кажется. Но все-таки мы сейчас посмотрим еще второй скилл. Но как бы то что он ближний этот скилл. Это реально очень плохо. Хотя эффекты достаточно неплохие. Ну и их скилл в принципе мы вот так просто крутимся. Я не знаю похоже на Джаггернаута из Доты если честно. Ну я не знаю. Мне кажется что меч очень ближний. И это его очень большой минус. Его наверное можно использовать со фруктом льда. Но я даже в этом не уверен. Потому что я не знаю ломает ли он хаки. Да и он из первого моря. Поэтому реально очень плохой меч. Никому не советую его использовать. Я думаю что его можно поставить в цитир все-таки. Но я не знаю это так натянуто. И последний меч анкамон редкости. Это у нас айрон мейз. Это вот такая не знаю какая-то дубинка. В принципе выглядит достаточно прикольно если честно. И давайте-ка посмотрим на урон с клигов. Это у нас 1300 урона. В принципе достаточно мало. Также стоит вам кое-что напомнить. Это то что у меня на всех мечах разное мастерство. И как бы урон может быть не точным. То есть когда вы его возьмете урон может быть совсем другим. Так наш первый скилл получается на айрон мейз. Давайте-ка используем. И мы просто я не знаю как-то пол ударяем. В принципе единственный плюс этого скилла. Это то что он очень быстрый. Ну и как бы все. И следующий скилл это у нас просто киллер комбо. Я думаю что название однозначно затащит. Как бы давайте-ка используем. И блин я не достал. Хорошо попытка номер 2 использовать наше киллер комбо. И ну я не знаю не особо киллер комбо. Я не знаю не очень красиво все-таки. Я ожидал большего если честно. Но мне вообще этот меч не понравился. Я думаю что этот меч наверное можно поставить пока что на самое последнее место. Просто я не знаю мне он вообще не понравился. Хорошо с анкамон мечами мы закончили. И переходим к редким мечам. Первый меч у нас в этой очереди. Это у нас варденсворд. Вот так вот его взял. В принципе я не знаю он как-то странно держится очень. И кстати получается он тоже у нас в первом море. Поэтому урон будет наверное маленький. Ну давайте-ка сейчас проверим. Получается 1800 урона. Ну 1800 как для первого моря это достаточно много если честно. Поэтому ну не знаю прикольно прикольно. И так я предлагаю использовать наш первый скилл и посмотрим что же он делает. В принципе используем. И мне кажется что я стал на одну секунду как-то невидимым когда я его использовал. Хотя по сути во время пвп когда ты уже сам используешь скилл это не особо полезно. Но все-таки прикольно. Ну не знаю он тоже очень ближний. И вот я даже на таком расстоянии просто не достал до человека. Так что это реально очень плохо. Но окей у нас еще есть икс скилл. В принципе используем. И мы просто бросаем вот такое торнадо. Мне кажется что это торнадо уже намного более дальнее. Но тоже очень плохое. Но это потому что оно очень маленькое. И им будет достаточно проблемно попасть. Я даже с вот такого расстояния не достал. Поэтому как бы видите реально ну не очень не очень. Я думаю что этот меч можно поставить в цейтир. Но немного лучше чем вот эту косу. В принципе как-то вот-вот так. С вардет с вардом мы закончили. Следующий меч это у нас просто трезубец. И давайте-ка посмотрим что же он делает. Кстати получается он тоже в первом море насколько я помню. И давайте-ка первые это клики. 2100 урона. Ну это уже достаточно много если честно. Как для меча с первого моря. Хотя я не на 100% уверен что он с первого моря. Но вроде как да. Вроде как да. Хорошо первый скилл. Первый скилл мы вот так как-то я не знаю используем. И его что ли притягиваем или нет. Я сам не понял. Хорошо используем. И да я его притягиваю на самом деле. Но знаете это чисто бомжатская версия спайки трайдента. Я не знаю как еще это описать. Просто мне кажется что он уже не такой дальний как спайки трайдент. Вот давайте-ка на такое расстояние спайки трайдент бы спокойно достал. А этот меч как видите нет. Поэтому, если у вас нет спайки Трайден, то можете, в принципе, использовать этот, но он тоже намного хуже будет. Ну и дальше Икс Скилл, в принципе, тоже давайте-ка посмотрим. И чё, я просто вокруг себя как-то взрываюсь. Ну, знаете, пусть эта штука достаточно ближняя, но она достаточно интересная, как по мне. Ведь тут можно тоже сделать вот такое интересное комбо, вот притягиваешь тело и сразу как бы Икс Скилл, в принципе, достаточно неплохо это всё у нас работает. Ну, как для первого моря, в ПВП спокойно можно использовать, даже во втором, наверное, это будет дело работать. Окей, чисто из-за того, что этим мечом можно притягивать, я ставлю ему Б-тир, но всё-таки его поставлю похуже, чем вот эти две какие-то штуки, я забыл, как он уже называется. Следующий меч, это у нас Труба, давайте-ка сейчас посмотрим, что же она делает. Первые клики и 1700 урона, достаточно мало, если честно, но тоже, я не знаю, как для первого моря, наверное, нормально. Хорошо, первый скил, я вот так как-то в Чила влетаю и он мощно взрывается. Выглядит это очень красиво, но насколько это практично, я не знаю, я не знаю, если честно. Тут просто соло эффект, и всё, я не знаю, как бы урон очень маленький и практичность тоже. Ну и дальше у нас Х-скил идёт, в принципе, я вот так какую-то штуку пыляю просто, и я сам ничего не успел заметить особо. Ну, 2800 урона, в принципе, ну пойдёт, пойдёт, как для меча с первого моря, нормально. Хорошо, этому мечу я однозначно ставлю Ц-тир, и я уже знаю, куда его поставлю, я его поставлю между тройной катаной и мечом Вардена. Вот пока что так выглядит наш тирлист. Окей, трубу я уже оценил, в принципе, следующий меч, это у нас вот такой, не знаю, какой-то лонгсворд. В принципе, получается он во втором море, поэтому, ну, не знаю, в принципе, сейчас посмотрим. Так, первое это клики, в принципе, нажимаем, и 2300 урона, достаточно неплохо, если честно. Ну, типа такое, 50 на 50, в принципе, ладно, окей, пойдёт, пойдёт. Окей, за скилл, в принципе, и не знаю, он реально очень красивый, и такой эффект травы, не знаю, как-то, ну, не знаю, что-то необычное реально. Ну, как для практичности в использовании в ПВП, не знаю, такое, 50 на 50 просто. Ну, и на их скилл мы, в принципе, вот так нажимаем как-то, или дожимаем, в принципе, если хотим, и вот так просто как-то прыгаем. Я не знаю, это выглядит достаточно интересно, если честно, и эффекты у нас тоже достаточно прикольные. Ну, не знаю, в принципе, в ПВП можно использовать, можно не использовать, ну, чё-то такое, я бы не советовал, скорее всего. Я бы, наверное, скорее всего, не советовал вам этот меч использовать, в принципе, давайте-ка его тогда оценим. Но я думаю, что его можно поставить в C-тир все-таки тоже, но я думаю, что вот так я его поставлю перед тройной катаной. Он определенно будет лучше, чем труба, но насчет тройной катаны, я не знаю даже, что будет лучше, можете написать в комментарии, что будет лучше, лонгсворд или тройная катана. Ну и следующий меч у нас на оценочку, это у нас джиты. Давайте-ка, первые это клики и 2600 уронов, в принципе, достаточно неплохо, как для меча со второго моря на самом деле. И чекаем скиллы. Первый это, я не знаю, какая-то такая бомба просто, и оно влетает, взрывается и все. И второй скилл, вот так что-то используем, тпхаемся, и достаточно прикольно это все выглядит на самом деле. По-моему, с вот этим телепортом на X есть какой-то баг, чтобы бесконечно тпхаться, но я не знаю, я этого не делал, поэтому я не знаю, не могу вас точно уверять, но что-то такое я видел в тиктоке. Поэтому, ну, интересная штука. Ну и кстати, насколько я знаю, интересная фишка на этом мече, это если ты используешь Z-скилл на игроке, то он одну или две секунды вообще ничего не видит. Так что тоже прикольно пользуйтесь этим. Но этот меч достаточно интересный, во-первых, это из-за его телепортов, как бы и X-скилл достаточно здесь полезный, а особенно если использовать баг, то просто имба. Ну и как бы первый скилл тут тоже ослепляет врага, это тоже очень круто, так что я думаю, что можно его поставить в B-тир, я думаю, вот так между этими двумя мечами. Хорошо, на следующий меч это у нас Dual Handed Blade, в принципе, давайте-ка его используем и посмотрим, что же он делает. Первые клики, первые клики и почти что 2000 урона у меня на нём, в принципе, достаточно неплохо, если честно, но хотелось бы лучшего, хотелось бы лучшего. Ну и хорошо, наш первый скилл, в принципе, используем и я как-то вот так пролетел, в принципе, я уверен, что это не максимальный урон. Наверное, этот скилл стоит вот так более вблизи использовать, а, хотя нет, ладно, всё, 3000 урона, 3000 урона он и столько и наносит. Ну, не знаю, достаточно мало как бы, ну, окей, окей. Дальше второй скилл, в принципе, используем и это просто, я не знаю, какие-то такие торнадо и как-то очень мало урона, это достаточно подозрительно. Может, его надо зажать, я не знаю, почему так мало урона, давайте-ка сейчас посмотрим. Да нет, он вроде как не зажимается, а, ну на этот раз уже намного больше урона, так что, в принципе, нормально. Окей, Dual Handed Blade, я оцениваю просто на 3-тир, я думаю, что его можно поставить где-то вот-вот-вот сюда. Плохо отпихаем и всё, по кайфу. Следующий меч, я его просто ненавижу, просто, я не знаю, это какой-то, я не знаю, просто говно, кто его использовал. Это у нас Dragon Trident, я думаю, что у всех должна быть такая же реакция на этот меч, просто я его ненавижу. Сам, по факту, этот меч очень хороший, но я ненавижу играть против него, именно просто из-за его икс скилла. Ну, давайте-ка всё поочерёдно, поочерёдно, это у нас первые клики. Поясни, что 3000 урона, в принципе, достаточно неплохо, неплохо, учитывая то, что этот меч у нас получается, я не помню, в третьем море, по-моему. А хотя нет, всё-таки этот меч у нас получается во втором море, по-моему, и, в принципе, я не знаю, в принципе, урон достаточно хорош. Дальше у нас Z-скилл, в принципе, просто такую штуку бросаем, она достаточно быстрая, если честно, и расстояние у нас тоже достаточно дальнее. То есть, получается вот так, как Z-бросаем, и, ну, всё, в принципе, всё круто. Ну, и самый просто, я не знаю, обосранный, самый худший, самый лучший, я не знаю, скилл на этом мече, я тут у нас икс, просто вот такую штуку использую. И посмотрите на эту огромную зону, это намного больше, чем зона у льда. И получается, что если я вот это использую, чел почти что ничего не видит, как бы то, что он ничего не видит, это уже очень важно, как бы это сбивает хаки, во-вторых. Ну, и как бы это станет, то есть ты можешь спокойно вот это использовать, и дальше его что-то ударить, в принципе, это реально просто, я не знаю, ну, кто это будет использовать, просто ненавижу. Хорошо, если честно оценивать этот меч, то он тянет у нас на S-тир, но чисто из-за того, что я его ненавижу, я бы поставил его в D-тир, но окей, давайте-ка всё-таки по-честному и оцениваю его на S-тир просто, но пожалуйста, не используйте это, я вас прошу просто. На этом мы закончим нашу серию из рарных мечей и следующие мечи это у нас легендарные. Первый легендарный меч это у нас Яма, в принципе давайте-ка используем и выглядит достаточно неплохо, как по мне всё-таки. Окей, первые клики и 2800 урона, как бы этот меч у нас, если что, из третьего моря, ну и как бы то, что этот меч из третьего моря, а урон такой же, как у Драгон Драйдента, стоит всё-таки упомянуть, поэтому такое дело у нас тоже как бы имеется и давайте-ка первый, это у нас Z-скилл в принципе, вот так используем и летим вот этого щила, не знаю, в принципе достаточно прикольно выглядит и насколько я знаю, с этим можно сделать какое-то комбо, но я никогда не делал, поэтому как-то так. Дальше у нас X-скилл в принципе используем и вот так мы как-то летим и я не знаю, как-то странно выглядит, ну мы вроде как немного станем человека, но я даже не знаю, ну что-то такое непонятное, среднее, я не знаю, что это такое. На самом деле этот меч достаточно хороший и если ты знаешь, как его правильно использовать, то ты будешь на нём хорошо играть, но я не умею, поэтому такое себе. Я думаю, что этот меч нас заслуживает на А-тир, получается он достаточно хороший, но на нём надо уметь играть всё-таки как-то, я не знаю как, поэтому А-тир заслуженный. Следующий меч это у нас Ванда, получается он у нас во втором море у легендарного продавца мечи. Итак, первое, это у нас вот такая штука, мы просто долго зажимаем, это реально очень долгий скилл, насколько я знаю, это один из самых длинных скиллов Блокс Рутс, ну по-моему длиннее, только у нас будет Вэшка на тесте, но я не уверен. Ну и 5000 урона, все-таки нормально, нормально. Ну и скилл на X дальше, в принципе вот так в щила влетаем, отталкиваем и что-то такое непонятное получается, я не знаю, мне не особо нравится, но в принципе и достаточно неплохо, ну такое себе среднее что-то. Я думаю, что из-за скилла, который можно зажимать, я думаю, что этот меч можно поставить в Б-тир, вот на вот такое место, хотя на самом деле он, мне кажется, такого не заслуживает, но его часто используют профессионалы, насколько я знаю, поэтому как бы профикам надо доверять, вот это все, все, оставим его в Б-тир. Скажите спасибо, что хотя бы не ниже, вот. Следующий меч, это у нас немного собратец, ямы можно сказать в принципе или как, ну в общем это у нас тушито. Выглядит очень похоже, если просто держать в руке и урон тоже очень похоже. Так, первый скилл мы вот так как-то зажимаем, очень много ударов у нас идет и вот так мы чела потом отталкиваем. Достаточно прикольный скилл в принципе, ничего не надо знать как его использовать, просто юзаешь и все. Но он достаточно ближний, так что, я не знаю, это может быть маленькая проблема, а может и нет, я не знаю, кому как. Ну и скилл на Икс мы вот так используем, влетаем как-то и, я не знаю, эффекты очень красивые, если честно. Но по практичности я опять же не знаю, насколько он хороший или плохой, вообще без понятия, если честно. Поэтому можете лучше вы сами напишите в комментарии, хороший ли этот меч или плохой, но я думаю, что его можно поставить вот на такое место, тоже в А-тир вместе к его брату, к Яме. Следующий меч, его тоже используют очень часто профессионалы всякие и это у нас Шесуи. И если что, он получается у нас тоже во втором море у легендарного продавца мечей. Первый скилл мы вот так используем и пролетаем насквозь человека, в принципе достаточно прикольный, также можно использовать для передвижения как бы, это стоит заметить. Ну и клики у нас здесь 2600 урона, достаточно неплохо, хотя, ну не знаю, такое среднее. Честно, я думаю, что уже когда ты в третьем море, тебе особо все равно на урон от кликов, потому что это уже в основном ты оцениваешь ПВП, просто скиллы по ПВП. Ну и скилл на Икс, в принципе, когда используем мы вот такую красивую стойку встаем и вот так мы используем, просто какая-то штука у нас вперед летит, достаточно далеко. Кстати, стоит заметить, да, реально очень далеко, но достаточно относительно медленно. Поэтому я думаю, что его можно заслуженно оценить тоже на А-тире, я думаю, что пока что он будет на самый лучший в А-тире, то есть немного выше, чем Тушито. Вот так пока что у нас таблица выглядит, кстати. Следующий меч это у нас Акулий Якорь и в принципе выглядит, я не знаю, кому как, кому такой дизайн нравится, кому нет. Так, первый это клик, в принципе, нажимаем и 2800 урона, достаточно неплохо, неплохо. Этот меч, кстати, можно получить только в третьем море, стоит заметить, так что как-то так. Дальше сейчас скилл мы вот так раскручиваем, получается, наш якорь и бросаем вперед. Самое интересное то, что его можно использовать как и вблизи, так и дальние. Получается, я могу вблизи встать, раскрутить человека и бросить, если я так захочу. Ну а также, если захочу, я могу его использовать издалека. Получается, вот так я далеко стал, если что, вот там NPC, где я мышкой показываю, вот так просто раскручиваю и бросаю вперед. Ну и дальше у нас скилл на Икс, в принципе, мы вот так в силы влетаем, ударяем о пол и все, и все. Просто ставлю его спокойно в С-тир, вот так. Но я думаю, что все-таки Драгон Трайдент, я не знаю, будет получше или нет. Ну окей, давайте-ка все-таки поставим Шарканкер на первое место, вот этот Драгон Трайдент, вообще, кому он знал себя, все-таки, вот, все, Шарканкер соло. Следующий меч, это у нас Садди, ну и это у нас легендарный третий меч, который можно купить у легендарного продавца мечей во втором море. Первые клики, в принципе, 2600 урона, в принципе, дефолт. Дальше первый скилл, в принципе, используем, вот так летаем чела, как-то крутимся и отталкиваем вверх. Ну и дальше у нас Икс Скилл, в принципе, используем, вот такую штуку вперед бросаем и, не знаю, это, ну, как-то странно выглядит, но вроде прикольно. Такой, если бы этот меч достаточно странно работает, но, в принципе, не знаю, прикольный, можно использовать, если вы хотите, то нормально, нормально. Просто пихаю его молча в Б-тир и все, вот сюда его пихаю и нормально, по кайфу. Следующий меч, это у нас Рен Гуку, получается, во втором море с босса, получается, падает ключ и там что-то открываешь сундук, и вообще, я думаю, вы все это все знаете. Также его относительно недавно реворкали, так что сейчас он стал еще лучше, в принципе, давайте-ка первой, это клики. 2800 уронов почти, что, в принципе, нормально, нормально. Дальше скилл, в принципе, используем, вот так человека влетаем, делаем пару ударов и отталкиваем, дальше он еще горит. Так что достаточно прикольная штука, в принципе, то, что он горит, да, реально круто. Ну и дальше Икс Скилл, в принципе, используем, вот такую какую-то полоску делаем вперед, тоже из огня, в принципе, человек горит. Если честно, этот меч достаточно неплохой, но у него маленькое расстояние, то есть, ну, вот этот Икс Скилл, в принципе, я не знаю, Вроде как он короткий, вроде дальний, еще такое среднее просто. Ну, не знаю, как для комбо, этот может быть нормальный меч, но я не знаю, это только в комбо его можно использовать, никакого спама просто. Поэтому этот меч, я думаю, что тоже можно посадить, наверное, в А-тир, но, наверное, на последнее место вот здесь. Как-то вот так, вот так, да. Следующий меч, это у нас в поле первой формы, в принципе, давайте-ка берем и сейчас посмотрим, что же он делает. Первый скилл, первый скилл вот так используем, какую-то тучку бросаем, что-то взрывается, непонятно что. Ну и, кстати, клейки 2200 урона достаточно мало. Получается, меч в первом море, если что, с босса у нас падает и Нелли. Ну и также, их скилл давайте-ка сейчас посмотрим, в принципе, используем. И вот такие молнии сверху у нас в небо просто идут, в принципе, достаточно круто. Ну, поле первой формы никто не использует, поэтому есть вторая форма, в принципе, давайте-ка посмотрим, что же она делает. И, кстати, этот меч раньше использовали профики, но сейчас про него все забыли, если честно, потому что есть много других лучших мечей. Ну, давайте-ка сейчас посмотрим, в принципе, нажимаем и 2900 урона, достаточно неплохо, неплохо. И так, давайте-ка у нас первый скилл на Z, получается, используем, это вот такие вот молнии вперёд, но достаточно прикольно выглядит, хотя, я не знаю, такой себе средний, средний, если честно, но да ладно. Дальше скилл на X, в принципе, используем, и я не знаю, что это случилось, вообще, что-то непонятно, что, какие-то мощные электрические заряды, что это было, ну, главное, что этот меч станет, получается, скилл на X немного станет, и это самое главное, что есть у этого меча, его просто берут из-за стана, получается, вот так станешь, и всё, в принципе, круто. Опять же, этот меч, я думаю, что можно поставить в А-тир, но я думаю, что его можно поставить немного лучше, чем Рен-Хоку, как-то вот так. В общем, с полем мы закончили, в принципе, берём следующий меч, это у нас Коку. Ну и первый, это клики у нас на этом мече, это 2700 урона, в принципе, тоже дефолт, не знаю, в принципе, всем всё равно на урон от кликов уже, ну, да ладно, в принципе, скилл на Z используем, и вот так мы в чела взлетаем, как-то он ещё какой-то электрически заряжается, что-то вообще непонятно, что происходит, не знаю, кто этот скилл будет использовать, но окей, он существует. Ну и скилл на X, в принципе, мы вот так что-то вперёд толкаем, и тоже достаточно плохо выглядит, не знаю, такой себе, такой себе. Но если честно, этот меч достаточно непрактичный, получается, ну, можно, получается, ещё на Z попасть как-то, просто я не знаю, как это можно реализовать в ПУП. Коку, я думаю, ставим просто на последнее место в Батире, вот туда его, всё, в принципе, нормально. А слушайте, у меня как-то мечи и косо поставили тинентарей, и я забыл, я забыл, что у меня ещё из редких мечей есть Сул Кейн и Гравити Кейн. Поэтому давайте-ка сейчас их тоже быстренько оценим, берём, получается, сначала Сул Кейн, и давайте-ка его сейчас оценим. Первое это клики, хотя всем на нём реально всё равно на клики, потому что, потому что, в принципе, его используют только для стана. Ну, окей, всё-таки здесь 2400 урона с кликов. Ну и скилл на Z, самое главное до современчательства этого меча, это вот так ты бросаешь, и чел замерзает. Это используют обычно всякие скилловые челы, которые, я не знаю, на рамбле играют, Суперхуманом и Асидум Рифлом. Так что нормально, нормально. Ну и скилл на X, в принципе, вот так используем, много ударов делаем, и всё. Этот меч выглядит особо не очень, но для профессионалов он реально просто имбищеп. Я думаю, что я его поставлю в А-тир, вот так, на третье место пока что, хотя я думаю, что многие меня станут фейзить и не согласятся с моим выбором, но это ваше дело, можете всё-таки высказать это в комментариях. Ну и также следующий меч, это у нас Гравити Кейн, в принципе, берём и первое это клики, первое это клики, 2700 урона. Ну, этот меч у нас получается во втором море, поэтому достаточно неплохо, если честно. И первый скилл реально очень хороший на этом мече, давайте-ка сейчас вам покажу. Просто вот так используем и притягиваем человека. Поэтому это очень хороший комбо-стартер, в принципе, можно после него сразу использовать, там, не знаю, Год Хуман Z или Год Хуман X, а потом Z. Так что, в принципе, это уже ваше дело, но реально хороший меч, как для комбо. Ну и следующий скилл на нём, это у нас вот такой Икс, в принципе, мы вот так чело поднимаем воздух, и потом он падает назад. Если честно, скилл на Икс мне здесь очень-очень напоминает Симона из Юбы. Просто я не знаю, кто играл в Юбу, тот меня поймёт, я думаю. Но кто не поймёт, тот не поймёт, ладно. Этот меч определённо я ставлю в ЭС Тир, потому что он очень практичный в ПУП, на нём есть очень хорошая комбо, и я думаю, что его можно поставить в ЭС Тир, но пока что на третье место. Я думаю, что никто со мной спорить не будет. Так, в общем, возвращаемся к нашим легендарным мечам, и следующий это у нас Фокс Лампа. В общем, берём, в принципе, и давайте-ка первые клики, и 2600 урона, в принципе, нормально, просто дефолт, нечего сказать, в принципе, да. Ну и как бы меч это получается в третьем море, поэтому тоже стоит упомянуть, и достаточно его, кстати, сложно получить. Хорошо, используем наш скилл на Z, в принципе, мы вот такую штуку вперёд бросаем, чё-то какие-то кучи ударов, и чё-то непонятно что, но 5000 урона достаточно нормально, нормально. Ну и следующий у нас скилл на X, в принципе, мы вот так используем, летаем в человека, и ещё потом какой-то вот такой у нас огонь идёт. Поэтому скилл достаточно прикольный, в принципе, можно использовать в PvP, но также есть второй вариант этого скилла, в принципе, также можно использовать. И он сработает, если ты нажмёшь этот скилл, в принципе, ты сначала вот так как-то огнём кричишь, а потом уже вылетаешь в человека и делаешь удар. По-моему, у второй версии немного получается побольше урон, но, в принципе, первую использовать намного проще, так что как-то так. И этот меч, я думаю, определенно можно поставить в А-тир, и я думаю, что как-то вот-вот-вот сюда, перед Солкейном, в принципе, нормально будет, потому что этот меч реально мало кто использует, хотя он достаточно неплохой, вот я думаю, что так нормально будет. И следующий меч тоже достаточно для скилловых людей, хотя не всегда, не всегда, и это у нас Бадди Сворд. В принципе, тоже получается в третьем море, давайте-ка первые клики, 2600 урона, в принципе, дефолт, дефолт, как бы опять же, да. Ну и первый скилл, в принципе, вот такой огонек бросаем, он режет человека, и потом он еще горит, в принципе, 6000 урона, достаточно неплохо, неплохо. Ну и следующий главный скилл этого меча, это у нас на Х, в принципе, он очень дальний, и смотрите, как далеко этот человек, хотя, ну, средний еще далеко, он работает еще дальше, насколько я знаю, но согласитесь, это тоже достаточно дальний. Вот нажимаем, отпускаем, и все, я вот так далеко попал, в принципе, и снес ему урона, так что вообще кайф, хороший скилл. Но им реально тяжело попасть, но, в принципе, он очень дальний, так что такое, среднее, надо быть реально настоящим снайпером. Поэтому этот меч я тоже оцениваю на Азир, и я думаю, что его можно поставить, получается, вот-вот-вот сюда. Следующий меч, это у нас Бесентов, в принципе, берем, используем, сейчас чекаем, что же он делает. Первые клики, получается, 2400 урона, как-то маловато, но окей, окей. Зе скилл, зе скилл используем, и, я не знаю, это вот такие какие-то кучи ударов, в принципе, достаточно неплохо это все выглядит. Ну, не знаю, скилл такой, 50 на 50, вроде нехороший, вроде неплохой, ну, не знаю, я бы вряд ли такой использовал в ПВП, конечно, но все-таки возможно на таком играть. Ну и дальше скилл на Икс, в принципе, вот так мы используем, бросаем, и там чел как-то взрывается, я не знаю, непонятно что. Ну, в принципе, нормальный скилл, ну, такое среднее, мне не особо нравится. В общем, оценю я этот меч, наверное, на Б-тир, все-таки вот сюда, я поставлю его на последнее место в Б-тире, вот, нормально, нормально. Ну и следующий легендарный меч, это у нас Спайк и Драйден, в принципе, реально очень хороший меч, и один из моих любимых. Ну и стоит заметить, что когда используют этот меч, обычно берут статы на фрукт, то есть статы на меч, обычно не берут, когда используют этот меч, но все-таки давайте-ка посмотрим на урон. Отклейка, в принципе, это у нас 3400 урона, так что это абсолютный рекорд по урону, в принципе, но реально очень хорошо. Хотя стоит помнить, что у меня на этом мече есть звездочка, и есть зачар, поэтому это не особо удивительно, как бы у меня здесь все-таки звездочка есть, и вот это все, так что, ну, да. Хорошо, первый скилл в принципе используем, вот так как-то летим и вот так потом чела отталкиваем, скилл достаточно хороший и им реально очень легко попасть, как я считаю, в принципе, я его часто использую в БУП и дальше у нас скилл на Х, в принципе, реально просто топовый скилл от этого меча, давайте-ка используем на вот этом NPC и вот так мы попадаем и его просто притягиваем и можем продолжить наше комбо. В основном, с этого скилла могут или начать комбо, или использовать его посредине комбо. Ну, в основном, это посредине, скорее всего, но начать тоже можно. Итак, этот меч я определённо оцениваю на Тир С, и, наверное, я его поставлю пока что на первое место. Я не буду объяснять почему, просто первое место определённо, всё. И следующий меч у нас, если что, из первого моря, это у нас Сайбер, в принципе. Если что, у меня на нём тоже звёздочка, поэтому урон будет большой. И первый это клик, 2500 урона, хотя ладно, урон реально маленький, даже несмотря на то, что у нас звёздочка, но окей. Окей, первый скилл на Z, в принципе, используем, и, я не знаю, если честно, такой себе, он достаточно ближний и непонятный какой-то, не знаю, никому не советую. Хотя со фруктом и льда, там, по-моему, есть какое-то очень быстрое комбо, ну, не знаю, не знаю, кому как. Ну и дальше скилл на X, в принципе, тоже используем, и просто какую-то штуку вперёд бросаем, тоже очень быстрый скилл, в принципе, если вблизи использовать особенно. Поэтому, ну, такое среднее, мне этот меч вообще не нравился никогда, поэтому я его, скорее всего, поставлю. Я думаю, что в B-тир, вот здесь у нас будет Сайбер. И следующий меч, тоже один из моих любимых, это у нас Midnight Blade. В принципе, первое это клики, клики у нас 3250 урона, в принципе, но стоит помнить, что у меня на нём тоже есть звёздочка, поэтому, в принципе, нормально. Ну, такое, такое, в принципе, дальше у нас скилл на Z используем. Мы вот так бросаем чё-то, и вперёд, я не знаю, как-то куча ударов делаем, непонятно что. Эффекты очень-очень красивые, и напоминает фрукт портала. Ну, и дальше скилл на X, в принципе, вот так тоже используем, и чё-то тоже, чё-то, я не знаю, как это чело отталкиваем, или что. Ну, в общем, прикольно это всё выглядит. И с ним есть очень хорошая комбо, очень много, и вообще всё чётко круто, да. Этому мечу я определённо ставлю S-тир, и я его, даже не знаю, куда поставить, наверное, его поставлю в S-тир на предпоследнее место, получается, он будет у нас немного лучше, чем Gravity Cain. Хотя, с этим я тоже не уверен, вы можете написать насчёт этого в комментарии, что вы думаете, так что пока что я его так ставлю, ну, а вы там можете написать, меня исправить. Ну, и всё, мы закончили наши легендарные мечи, и следующий меч, это у нас HelloSide, который у нас уже мифический. Вот такая вот коса, которая падает с рипера, насколько я знаю, в принципе, да. Первый это клики, и 2500 урона, как для мифика реально мало, но окей, пойдёт, пойдёт. И первый скилл мы вот так используем, и вперёд летит какой-то ураган такой, и сносит 5000 урона, что реально достаточно много, если честно. Скилл достаточно спамерский, хотя, наверное, комбо с ним тоже можно как-то всё-таки придумать, скорее всего. Ну, и дальше у нас, в принципе, скилл на X используем, и вот так мы как-то с чела влетели, и потом как-то долгнули, ну, реально плохие очень эффекты здесь, ну, это, наверное, как-то возможно использовать. Но мне скилл на X вообще не нравится. Ну, а скилл на Z ещё такой, более-менее нормальный, в принципе, хотя я даже сейчас не попал. Наверное, этот меч я оценю на B-тир на первое место, вот-вот так его поставлю. Даже несмотря на то, что он мифик, он у нас в B-тире, как это так вышло, я даже не знаю, ну, окей, окей. Хорошо, следующий у нас мифический меч, это True Triple Catana. В принципе, давайте-ка первое, это у нас клики. 3200 уронов, это реально очень хорошо, но также у меня здесь стоит звёздочка, поэтому как-то вот так. Да, реально всё-таки звёздочка не так уж и много, ну, окей, окей, в принципе, давайте-ка используем наш первый скилл. Первый скилл, вот так, используем, влетаем человека, и я не знаю, о чём мы делаем, чё-то непонятно что. Хотя скилл достаточно красивый, если честно, и, по-моему, его как-то всё-таки можно использовать в PvP. Ну и скилл на X дальше, в принципе, используем, и вот такой какой-то ураган огромный подносит человека вверх, что реально достаточно неудобно, хотя можно вроде как-то сделать, чтобы его не поднесло. Сразу использовать какой-то другой скилл там, к примеру, и тогда будет нормально. Я ему всё-таки поставлю S-тир, я ему поставлю S-тир, но всё-таки самое последнее место. Ну, конкретно ты, может, на нём и сможешь хорошо играть, но просто, ну, не моё этот меч. В принципе, следующий меч это у нас Dark Blade, да, тот самый, который стоит 1200 рубаксов, что реально очень много. И оценивать я буду его V3-версию. Но стоит заметить, что, в принципе, особой разницы между V2 и V3-версией нету, а V2-версию стоит сделать каждому. То есть, в V1-версии просто не вздумай играть, просто, ну, я тебе запрещаю. Ведь V2-версию сделать реально очень легко, но V3-версию можешь не делать, в принципе, это не особо важно. Так, первое это клики, получается 3000 урона, 3000 урона, но также у меня здесь стоит звёздочка, поэтому такое, ну, окей, окей. Так, дальше у нас первый скилл, в принципе, вот так используем, он станет человека, и 5000 урона, в принципе, нормально, нормально. Но также этот меч можно, получается, зажать в этот скилл, и вот так мы тогда летим вперёд как-то, ну, не знаю, есть ли смысл это зажимать. То, в принципе, такая штука есть, можно использовать для передвижения. И дальше на X, в принципе, этот скилл тоже можно зажать, а можно не зажимать. Ну, и от этого у нас зависит скорость атаки и её урон. Собственно, в принципе, давайте-ка сейчас вам покажу. Итак, первый вариант, я не буду зажимать этот скилл, а сразу использую. Вот смотрите, так использую, и оно, в принципе, вот так медленно летит, и 5300 урона, в принципе, вот такое-такое. Ну, а сейчас я зажму этот скилл, в принципе, и вы посмотрите, как он работает тогда. Так, использую, и оно очень быстро летит, и урон, по-моему, где-то на 200 стал больше. Хотя, ладно, 200 дамага это не особо как-то важно, но, в принципе, его скорость очень-очень важна. По ситуации можно зажимать, можно не зажимать, в принципе, это уже как вам надо, так можете и делать. Этот меч я, наверное, поставлю, я даже не знаю куда. Окей, я его, наверное, поставлю в Атир на самое первое место. Вот так будет нормально. Если ты скилловый чел, то ты можешь его использовать и делать с ним хорошее комбо, но, как бы, ну, это не для меня, такое себе, такое себе, да. И последний меч сегодня в этом ролике, это у нас курсы дуал катана. В принципе, берем, это один из моих любимых мечей. Опять же, я даже не знаю, может, самый любимый, может, нет. В общем, давайте-ка сейчас я вам покажу. Стоит заметить, что на нем у меня есть и звездочка, и самый лучший зачар в игре, насколько я знаю. Это огненной зачар. Ну, по крайней мере, для меня этот зачар очень лучше, потому что он красивый. Так, итак, первое, это клик, в принципе, использую. Ну, сначала он снес, по-моему, 3900 урона, а уже еще 500 дамага приплюсовалось от огня. Так что, я не знаю, судите сами, судите сами. Я не могу вам ничего о кликах сказать. И так дальше у нас получается скилл на Z, в принципе, можно его зажать, можно не зажимать. И вот так отталкиваем потом вперед человека, и вот так как-то это все делается. Ну, а также этот скилл можно использовать около человека, и тогда будет еще намного больше урона, в принципе. Потому что, когда он крутится около вас, тогда еще, получается, вам наносится урон ему. Ну, и также скилл на X тоже можно зажать, а можно не зажать. В принципе, от этого у нас зависит расстояние, на которое ты полетишь, и, собственно, урон. Вот если сейчас я не зажму, получается, использую вот так, то я достаточно короткое расстояние пролетел, и снес, получается, давайте-ка сейчас посмотрим, 6900 урона. Ну, а прямо сейчас я зажму скилл на X, в принципе, давайте-ка вот зажимаем, и используем, посмотрим, как же я далеко пролетел. Смотрите, это намного, намного дальше, и, наверное, я бы пролетел еще дальше, если бы не вот эта стена. Ну, и также снес намного больше урона, по-моему, на 1000 урона больше снес, или даже 1200. Так что, в принципе, здесь оба скилла можно зажимать. Наверное, этот меч я поставлю пока что на первое место, так что вот все, вот такая вот наставлита получается. Также у нас остается 3 меча, которые я не оценил, потому что у меня их нету. Первый меч, это у нас админский меч, тройной Dark Blade, в принципе, я его никак не могу получить, так что да. Второй меч, это у нас мини Dark Dagger, так что, я не знаю, его очень тяжело получить, там реально очень маленький шанс, как его получить, поэтому у меня его нету. А третий меч, это Convander, я не знаю, как его получить, просто мне было лень, поэтому и все. Ну, Convander, знаете, вот так если по внешности посмотреть, я думаю, что его можно вот-вот-вот сюда впихнуть по кайфу. Дальше Dark Dagger, я помню скиллы, я помню, как они выглядят, и его можно поставить определенно вот сюда, я уверен. И вот этот меч, который админский, вообще понос, я думаю, ставим сюда и не паримся. Если тебе понравилась сценочка, обязательно ставь лайк, подпишись, вот это все, как бы не ленись. Зайди в мою группу Roblox, ссылочка в описании, кстати. Ну и также участвуй в моем конкурсе в Дискорде, в принципе, он очень масштабный, там получается 10 разных мифических фруктов. В принципе, награду вы видите сейчас на экране, в принципе, что-то можно выиграть, поэтому ссылочка на мой Дискорд в описании, обязательно заходи и участвуй. Ну а на этом все, в принципе, всем удачи всем, пакета мусорного и все, да. Продолжение следует... Продолжение следует...